всем привет с вами я сергей малышенко и сегодня мы с вами откроем новую рубрику назову ее обзор тактик ну или точнее будем подмечать какие-то тактические аспекты которые были там в этом туре или за неделю в общем давайте вначале остановимся на одной команде а потом возможно что-нибудь еще будем придумывать real betis даже под прессингом смотрите как минимум три нападающих уже прессингуют betis плюс есть два центральных полузащитника ну то есть как минимум 6 человек мы с вами видим 6 человек участвует в прессинге барселоны betis а в защите то есть остальные все ушли достаточно высоко вот то есть вы видите здесь есть два здесь мы с вами видим два центральных защитника делать усы опорник и четыре полузащитника ну точнее как 4 полузащитника два крайних защитника поднимаются на место центральных полузащитников и то есть получается такой разрыв и условно говоря крайние вот здесь вот на данном эпизоде крайние форварды они не знают кого крыть у них принципе свободные и края и центральные защитники смотрите по полопис начинает на центрального сиднее они не идут вперед они ждут барселону вроде смотреть опять все перекрыто закрыты два центральных защитника месси и и суары забрали себе дальше вроде четверка полузащитников тоже в принципе маленьком в любой момент маленьком здесь может рвануть и успеть перекрыть право право защитников момент паса тем более это будет длинная передача спокойно центр поле тоже насытен так что я думаю 9 команд из 10 в центр поле пас не буду давать при такой расстановке потому что большая вероятность на 6 минут и получить себе выход там один в ноль что делать пау лопес он разыгрывает через центрального защитника тот под прессингом отдает на край него и крайне уже вносит по сам факт да какой то есть они начинают низом да потом они конечно за счет своего как я уже говорил где гейм прессинг отберут этот мяч вы смотрите что превращается атака в обычный вынос ну розыгрыш свободного от ворот барселоны он превращается в контратаку бетис потому что они за счет а вот этого паса который сделал вроде на центрального полузащитника на вратарь пау лопе сделать на центрального полузащитника и он находился под прессингом и это казалось что в принципе это уже это потеря мяча но центральный полузащитник сразу перевел нас и не тот просто вынес по краю а тут уже сработало три нападающих которые высоком прессинге запрессинговали вроде сидней просто по краю но по настолько это отработано что пускать он не ожидал что сразу на него аж двое то есть смотрите вот ситуация вроде буски за ее потерял мяч но два форварда битиса играли по двум центральным защитникам барселоны и то есть любой пас назад муски я думаю на что минуте они просто не не были к этому готовы они не ожидали что будет такой были они думали ну пас через вратаря да и ну через защитника и потом пойдет через вратаря и все ты вернул мяч себе и ты возвращаешь контроль устаканиваешь так сказать ситуацию стабилизируешь все а тут получается так что они вроде начинают там низом да то есть как бы все должны быть как можно глубже но нет троица даже ну там по игроку получается так что все по игроку получились они остались высоко то есть бускет с игроком крайне полузащитником и два нападающих которые забрали себе игроков и вот мы с вами смотрим в итоге бускет ошибается ну как он ошибается он у него там выбора не было он попал под высокий прессинг сейчас он не в той форме чтобы принципе нападающего раскидывать не знаю обманными движениями не то что не в той форме наверное футбол сейчас не так строится чтобы там все-таки у него была больше изоляции и там он остался прям один в один форвард идет сразу же два форварда иду прессинговать вильям карвале прессингует как бы принципе второй прессингующий в этом моменте и он в любой момент разворота бускет с к примеру к воротам бетиса он вступает в прессинг то есть два человека сразу выжимая при том что все закрыты посмотрите сидней 1 алпа точнее отдает пас у него да за спинами есть игру но левый защитник уже с игроком центральные с игроками крайний хав даже ширину держит вы понимаете да пускется принципе была ситуация разрезать не ожидал что принципе там быть форм и вот мы смотрим ситуацию 2 в 3 и тут на быстрых парах просто альба посмотрите как несется шикарный пас и не забивает форвард бетиса просто не забивает да вышел терштегин вышел неплохо терштегин да вот передача шикарно она перебрасывала как раз жерарда пике два защитника еще бежали не успевали потому что они в принципе выбрасывались высоко смотрите она перебрасывает и в принципе терштег ну если будем честны будь на месте хуакина будь на месте хуакина не знаю даже тот же луис суарес это 1 0 на 6 минуте с розыгрыша свободного своих ворот то есть вы понимаете да он просто не попадает может его напугал где-то терштегин может просто мяч не попал смотрим интересный момент тут принципе бетис будет показывать нам как они умеют разжиматься то есть в принципе а вот у барселоны на чужой половине мы смотрим до игроков бетиса тут предостаточно тут 9 10 11 вся команда в принципе автобус да ну что происходит дальше барселона играть домой казалось бы ну команда ничего не будет смотрим и тут у нас получается что бетис играет по игроку вы посмотрите пятерка шестерка шестерка обороняющихся барселоны которая готова к контролю мяча имеет перед собой гибридная 4 4 2 которая перестраивается просто по каждому игроку то есть у каждого есть свой игрок даже не скажу больше даже не игрок есть а то что его должен кто-то закрывать то есть если примеру открывается налево на левом краю правый полузащитник до барселоны за ним идет игрок либо это вингер либо это защитник то есть там есть несколько вариантов нет такого конкретно что вот как было у зидана помните когда ковачич бежал с месси и ему было все равно что там бежит ракитич по центру он держал месси персонально и он ему не мог никому передать он должен был быть с ним персонально это тоже неправильно да есть свои плюсы и свои минусы так смотрим здесь тештегин имеет картину такую у него в принципе есть только один вариант длинная передача на левый край вот серьезно через низ никто здесь не рискнет сейчас отдавать даже такая команда как барселона на через низ вот такую ситуацию не будет играть потому что каждый игрок имеет тупику на либо здесь они будут час пусы делать убейте до центральный защитник как можно шире либо вот здесь вот смотрите выбежал подбегает уже впритык раките чтобы дали но он не рискует он отдает налево и тут включает на прессинг правый защитник все мяч потерян и в принципе бетис имеет возможность барселону подобив включив так называемый гиггин ну просто обычно давайте не будем этих термин обычный прессинг высокий прессинг они включили они отобрали себе мяч то барселона владела атаковала они их вынудили своим автобусом выйти уйти назад как бы перестроиться а в момент этого перестроения они включили высокий прессинг который опять же барселона начале матча вообще не ожидала и включив это высокий прессинг они забирали себе мяч вы понимаете да насколько реал бетис творит я не знаю они играют как как-то клуб сейчас давайте будем так потому что сейчас большие команды даже так скажу команды чуть пониже больших они играть то есть мы имеем спектакль который мы уже знаем роли один будет играть контора второй будет играть в автобусе реал бете стал со всячески противиться этому и честно скажу такая так сказать концепция игры она не то что впечатляет она ну она приятно для она приятно для просмотра она приятно для аналитики это как даже пускай такие и специалисты ну которые есть убить такие игроки они способны играть с барселоны в контроль до класса игроков барселоны и выше и и я думаю в разы там два в три это точно с этим даже никто не спорит но они пытаются играть контроль и тут начинаешь задаваться просто почему они могут а другие не могут ну а теперь давайте разберем первый гол он действительно получился у бетиса довольно интересно смотрим принципе много отмотаем чуть подальше посмотреть до гола был штрафной бетиса который они реализовали исчезну точнее они просто проиграли борьбу сергий орберто выиграл здесь вверх ракетич начал разгонять и здесь получилось так чтобы барселона в принципе было а в контратаке которые они если честно могли за убить потому что посмотрите пока не и разгоняли сколько игроков бетис уже успела вернуться но все равно было численным преимущество барселоны и бетис в принципе отскочил тем что смог выбить на угловой дальше запоминаем эту фамилию джуниор он спас от пас в принципе от гола от пасного момента бетис и идет угловой барселоны месси принципе не спешит он понимает что это момент только что не использовал бетис и здесь можно в принципе забить гол что случается дальше ну лично для меня очень интересно потому что идет обычная элементарная подача большая стоп-кран и принципе мы с вами посмотрим все закрытые игроки последует последует на ближнюю и тут работает хуакин который в принципе ну если посмотрим он так и стоял по ближней принципе подхватывает центральный положительный у него вариантов вообще нету ему пришлось сделать так называемую любимую для хави и для каталонцев улитку все ему пришлось делать финты чтобы спасти этот мяч он делает финты он спасает этот мяч и отдаёт в центр девилин карвалью ну вот 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 почему я говорю это человек высокого уровня он одним касанием делает настолько точную передачу и он разрезает линию что в принципе снова вингера получается что ну нападающим на предальше бейтиса получается в ситуациях где он принц принимает мяч ему нужно просто так сказать ну просто развернуть эту игру финальное мастерство многие этих момент просто пробивали по краю он получает мяч он посмотрите он пытается ввести понимаешь что не может и она опять отдают или король и билин карвалью делает просто шикарную вещь он в этой атаке сделал два паса два паса и все в одно касание первым он отрезал отпадающего который в принципе смог развернуться получил процент а вторым он просто вывел джуниора в быструю атаку так до момента с джуниору сейчас мы с вами вернемся снова отпадаем чуть чуть назад и с вами давайте обратим внимание и запомним себя где находится джуниор он находится нам перед вратарской да он кроет ракитич как он действует смотрите выбивает хоккей джуниор не спешит поднимаешься в принципе еще атака даже контр-атак когда еще не началась получает вильям король как только мяч мяч доходит нападающего смотрите что делать джуниор он понимает что сейчас принципе можно развернуть контратаку барселона в туступает первые секунды она вступает в прессинг нам высокий как это permettет remarks что он делал он пробегает своего нападающего путь даже не пытается открыться он знает что будет пас либо в центре либо на фланг то есть он как бы открывается на 3 он реально открывается на 3 он знает что будет постниму он не пытается даже открываться пробегать чью-ли не мешает своими игроку. Он пробегает мимо и приводит Ракитича. Ракитич приходит к этому игроку. И тем самым он его оставляет. Он оставляет этого джуниора, передавая его, ну, условно, Серхио Роберто. Но Серхио Роберто, как бы, понимаете, его просто разрезает Вильям Карвалев. И он остается один в один, чужой штрафной, со своего углового. И тут просто индивидуальный мастерство. Разыграли аут на Реал Бетис. Центральный полузащитник получает дед пас на Вильям Карвалев. И теперь самое интересное. То есть, казалось бы, обычный аут, да, ну, то есть, ничего тут сверхъестественного. Единственное, немного момента там обрезал повтор. Там ничего такого не произошло. То есть, они просто разыграли на центрального полузащитника. Центральный полузащитник, смотрите, как открывается Вильям Карвалев. То есть, если даже его кто-то держит персонально, то есть, он открылся за спину Бускетцу. Большая ошибка Бускетца, потому что опорник вышел выше, чем опорник соперника. Но здесь я вот отмечу, как играет Бетис. Посмотрите на края, как широко они растягивают Барселону. При защите, то есть, у Барселоны нет возможности сыграть уже. И посмотрите, какой полупозиции находится сейчас Серхио Роберто, правый защитник Барселоны. У него, получается, вариантов какие? У него есть Джуниор, который его уже забил, да, из-под него, который один в один, в принципе, показал, что может разбегаться. Есть Вильям Каралев, который, ну, явно в центре круга вообще один. То есть, он без соперника. Пике, он тоже находится сейчас с нападающим. Он не может пойти. Второй центральный защитник Ленглет, он вышел чуть выше, да. И получается, что у Альбы тоже есть игрок. Причем, у Альбы, даже если по-хорошему посмотреть, Мальком его не страхует. Ракитич тоже не способен это сделать. Артур, как бы, пытается сместиться больше к центру. Получается, что, в принципе, у Альбы даже двое игроков. То есть, по ширине они получаются так, что и Вильям Каралев, они делают изоляцию. И в ближайшие метров 50 ни один игрок из Барселоны не способен будет ему помешать. То есть, до того, как они дойдут до штрафной. Дойдут они до штрафной, и тут, в принципе, уже придется пике, скорее всего, пике выкидываться. Но тут разворачивается вторая ситуация. Джуниор, понятно, растягивает ширину, да. Он уводит Сергио Роберто. Посмотрите, что делают два нападающих. Они бегут в одну точку, и тут уже Ленглет понимает, что если он сейчас не побежит, Альба уже в разрыве. Это при том, что еще крайний защитник побежал. То есть, у Альбы, в принципе, сейчас трое игроков. Пике, он уже играет по мячу, он запускает себя за спину, да, игрока. Посмотрите, они вдвоем врываются в зону. Он, в принципе, мог дать им двоим, но не дает. Вроде бы казалось, да, а так захлебнулась, потому что Барселона смогла, вроде бы, не дать опасно ударить Вильнян Карвалю, вынудила его отдать пас во фланг, да. Но в чем ситуация вся аховая заключается? Потому что полузащита Барселоны в этот момент не возвращалась. Вот абсолютно не возвращалась. И то есть, получилась сейчас такая ситуация. Все четыре защитника Барселоны играют узко, в линию, имеют против себя. Смотрите, у них, получается, в принципе, играет Серджио Роберто по игроку. Пике играет страховщиком, если что, на Вильнян Карвалю. Лен Глетт закрывает Хоакина. И Альба закрывает вот правый клан второго форвана. Но самое интересное, что второй Вингер, который набегает вместе с Вильямом. То есть, и Вильям Карвалю свободен. Смотрите, жуниер получает пас, он, не думая, делает прострел. Прострел сделал неправильный. Ну, если честно, по этой тактике, ему нужно было обратно вернуть либо Вильям Карвалю, либо на 11 метров под второй темп. Он делает обычный прострел, который, в принципе, снимал Лен Глетт ногой. Да, ну, он его там откосил, но он более-менее из линии. Дальше что происходит? Дальше набегает вторая линия. А посмотрите, где вторая линия Барселоны. Второй темп. Смотрите, насколько они далеко. То есть, они, полузащитники, не бежали. Артур, ну, он изначально понимал эту ситуацию, он уже бежал. А Ракитич находился. Насколько далеко? Вы видели, да, в начале ситуации. Он там практически был в пяти метрах. И получается, Бускетс, но у него уже скоростных качеств не хватает для этого. Полузащитник, который получает эту передачу, до которого доходит этот пас без сопротивления, делает пас на 11 метров. А там один Хуайкин. И то есть, получается, четверка защитников, и там сразу видно реакцию Хорди Альба, которые, как бы, они понимают, что их просто сейчас получается, что разорвали. Полузащитники здесь не вернулись. И тут именно не то, что ошибка Барселоны. Тут получилось так, что именно в момент вот этой вот атаки полузащитники Бетис были намного выше полузащитников Барселоны. Они обладают такой же скоростью. Ну, просто они были выше, и они имели фору. Тот же момент с Вильям Криваль. И смотрите, вот здесь вот повтор момент паса, прям видно. Трое центральных полузащитников Барселоны не добегают. А правый, посмотрите, пятеро их, да, Бетис с игроком. Пас ужасный, он не проходил. Он даже в никуда был. Там должен был пас пройти через трех игроков. Пикея вместе с Ленглентом кое-как выбили. Но вот тут вот очень шикарно играет игроком Бетисом. Он отдает на 11 метров. И никто не мог открыть Хуакина, потому что они только что бежали на темпе. Они, получается, пролетели этот мяч. И они уже были позади. А Хуакин, он сделал грамотно. Он в момент паса Джуниора, он остался на 11 метров, по сути дела. То есть тормознул. Ну, как бы он думал, что будет Джуниора делать пас от себя. Ну, по ситуации. Они могли раньше забить этот гол. Но сделал этот пас от себя правый полузащитник. Смотрите, Телью рубит от себя школа, да, Барселона. И Хуакин, не получившуюся ударом, он вообще хотел, наверное, в ближний угол, но попал в дальний. И никто его не мог накрыть. Ни Бускец, ни Артура, ни Ракитич. Потому что они изначально проигрывали позит. И я, в принципе, удивлен, что Вильверде, ну, он, в принципе, не стал реагировать как-то эмоционально. Он просто понимал, что они создали пространство за счет того, что вингеры очень широко играли. То есть они вначале расширили, сделали так, что у Вильяма Карвалио вообще не было вариантов, кто у него мог отобрать мяч. Там даже при всем условии Артуру Ракитичу Бускец, если врубят максималку, они никогда в жизни не догонят. У них проигрывали они около 10 метров. То есть Карвалио спокойно доходил до штрафной, и потом, в принципе, Барселона его вынудила отдать пас на этот левый край, где, ну, вариантов было немного. Он мог превратиться сразу в гол, но защитник, ну, полузащитник джуниор, ошибается, он делает пас никуда. Вроде бы казалось, Пике выбивает на край, и там должен спокойно подхватить полузащитник. Полузащитников не было, потому что они участвовали в высоком прессинге. Они аутбетиса пытались закрыть, и в итоге получили контратаку себе. Просто из-за того, что Вильям Карвали остался без опеки. Тут, конечно, индивидуальная ошибка центральных полузащитников. Ракетич пошел высоко, Бускетцу тоже пошлось прийти высоко. Но остался Вильям Карвали без опеки, и чей это был игрок? Я думаю, наверное, ну, не Бускетц. Думаю, вряд ли Бускетц должен персонально крыть Вильям Карвали. По позиции, да, это игрок Бускетца. Но то, что он его должен был крыть, я думаю, вряд ли. Вот такой вот у нас Реал Бетис, я думаю, для первого раза это будет достаточно. Небольшие эпизоды мы разобрали. Мне интересно услышать обратную связь. Понравились ли вам такие, так сказать, зарисовки, фишки? Думаю, в дальнейшем разбирайте по конкретно, по нескольким эпизодам. То есть брать самое интересное в туре. Несколько команд, 2, 3, 4, и уже разбирайте. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, чтобы я понимал, что вам такой формат интересен разбора. Не только картинки и со стрелочками. Именно вот, именно рассказ, именно собой тактики, аналитик. Ну и, конечно, смотрите футбол, любите футбол. Всем пока!